Всем привет! Меня зовут Светлана Никитчук, и вы на моем YouTube-канале. Здесь вы найдете рецепты, тренировки, экспертные видео и вдохновляющие интервью участниц моего проекта «Ешь, честь худей». Уже более 3000 девушек, женщин, мужчин прошли мой курс и добились невероятных результатов, и изменили свое тело и жизнь к лучшему. И сегодня у нас с вами еще одно интервью с выпускницей моего проекта, которая готова поделиться своими переживаниями, своим результатом, тем, как проходила курс и насколько сильно изменилась ее жизнь после. Но если вы хотите добиться такого же крутого результата, вернуться к своему физиологическому весу, восстановить здоровье и полюбить свое отражение в зеркале, Приходите на мой курс «Ешь, учись, худей» и у вас есть возможность пройти первую неделю курса абсолютно бесплатно. Для этого вы можете подать заявку на сайте, я обязательно оставлю ссылочку ниже в описании или написав мне в WhatsApp слово «хочу». Жду вас на своем курсе и давайте смотреть интервью. Юля, привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Просто очень рада. Знаешь, одно дело в переписке, в работе, в Инстаграме, а другое дело вот так вот лично. Прям очень рада. Я тоже очень ждала сегодняшней встречи. Для меня, конечно, все волнительно. Ну, ничего, для меня тоже. Я, честно говоря, сама тоже всегда переживаю. Юля, расскажи немножко просто о себе, потому что сейчас будет смотреть много женщин, нас. Очень интересно эти интервью, они, ну, по-любому очень интересно смотреть на человека, который, ну, знаешь, какую-то победу в жизни одержал. А победа над собой – это самая крутая. Расскажи, как тебя зовут, откуда ты? Ну, такое, вот знаешь, чтобы немножко было понятно. Ну, собственно, меня зовут Юля. Я южный форпост России. Вот. Я мама четырех деток. Вот. И, конечно, я пришла к тебе, когда на курс, у меня был критический вес – 120 килограмм. Я тогда в таком недоумении находилась, и со злостью на себя, как я могла такого допустить. У меня, так скажем, генетически я не видела такой вот предрасположенности к большому весу. Ну, да, папа такой достаточно, ну, до 100 килограмм, но для мужчин это допустимо, он высокий. Вот. А в 22 года я весила 58 килограмм. Я занималась верховой ездой, я занималась хэквондо, то есть очень такой активный образ жизни. Вот. Причем это не просто там увлечения какие-то были, а реальные вот занятия спортом, именно спорт. Вот. И надо мной даже подшучивали однокурсники – как тебя не сдувает ветром? А я периодически думала и посталась искать средства для того, чтобы набрать вес. Это реально было так. И как бы объемы были 90-60-90, ну, такие классические. Конечно, у меня высота как бы не модельная, мой рост – метр шестьдесят восемь. Вот. Но между тем меня очень все устраивало. И я никогда не думала, что я могу столкнуться с такой проблемой лишнего веса. Вот. Вот. То есть мой стиль жизни – это достаточно активная жизнь, да. Ела я без ограничений, причем когда хотела. Единственное ограничение – я вот фастфуд или там полуфабрикаты, я вот этого никогда не любила и не ела. Сладкого было много. Как бы я в этом проблем не видела, желания ограничивать не видела. Ну да, так как-то, все хорошо. Вот в 23 года я вышла замуж, и тут мне врачи ошарашили, сказали, что возможно у меня не получится беременеть. Там они какую-то с эндокринологией нашли заболевание. И вот мы прям вот мощно пытались забеременеть. Естественно, получилось. Слава Богу, вот, все хорошо. Но стиль жизни тоже поменялся. То есть я, так как врачи говорили, что у меня какие-то опасности такие есть, я просто-напросто отменила весь спорт полностью. Я считала, что он для меня опасен. Питание, естественно, я перестроить не могла. Желудок, сама понимаешь, растянутый. Как бы я вот как привыкла есть, так я и ела. При этом еще были ограниченности в бюджете. Муж просто не мог тянуть до конца все. Я училась в институте и зарабатывала, зарабатывала, сидя за компьютером. Причем это рефератный бизнес. Это понятно, что срочные работы. И это часто бывало, что я ночь спала, ночь не спала. Как спала, вообще непонятно. Я еще на тот момент гордилась. Я могу депривацией сна заниматься. То есть мне 15 минут сна, и этого хватало, чтобы дальше работать. И вот на таком как бы обороте проходила вся моя беременность. То есть при этом я еще была в положении. Тут вес стал набираться. Врачи со своими рекомендациями, то есть отечность, пожалуйста, не пей воду, ограничивали. Высокий вес сразу сажали на творог, то есть один творог. Раз в неделю, один раз в неделю разгрузочный день на твороге. Или один раз в неделю разгрузочный день на яблоко. Но и в итоге мой вес 58 килограммов вырос во время первой беременности 100-102 килограмма. Это был промышленный ужас, да. Причем это на самом деле вот просто напитое водой тело, вот просто вот как желе, такое вот состояние тела. Это было что-то невозможное. Конечно, это прям вот я была в шоке. Я тоже, как ты помнишь, рассказывала про то, что если я вот выпишусь из роддома, у меня тут же все поменяется. Я тут же стану той худенькой. Юлика, какой я была. Главное родить, а там сейчас все наладится. Да, да. Вот, чудес не случилось. Вот, к сожалению, да. Значит, вот я записала даже цифры, чтобы не забыть, да, по выходу из беременности, какие у меня были. Вот первая беременность, значит, 58 килограмм я туда зашла, 100-102 килограмма я оттуда вышла. В течение трех лет скидывала вес, уже не до 58, до 70 я сбросить смогла за три года. Вот, во вторую беременность я уже заходила 70 килограмм, вышла в 102 опять. То есть у меня организм дорастал до моего критического веса и больше, слава богу, не рос. Вот, но уже со второй беременности я уже не смогла распрощаться с несколькими килограммами. Это было уже 86 килограмм, я зашла в третью беременность и вышла оттуда уже 112. Такое вот волшебное число было. После этого я даже скинуть ничего не успела, потому что беременность была как какое-то чудо. Вот честно, прям вот настолько неожиданно, я не думала, что со мной может такое случиться, но вот случилось. В общем, 107 килограммов я зашла, но за беременность я практически ничего не набрала. У меня там за токсикоз даже минус 5 килограммов было. И вот в итоге я 108 килограмм выхожу из роддома. Но тут у меня кормление, я оправдываюсь это все стрессом, что у меня там еще что-то. Я начала сладкое подъедать особенно, ну то, что питание вроде как ребенку. Я вот что хочу, то и буду есть. Ну, в общем, распустилась. И через полгода уже очнулась 120 килограмм. Вот. И, конечно, вот эта вот тяжесть, когда отдышка, когда ноги как бутылки. Варикоз просто неимоверный, там две сломанных вены. Ну, это еще и техника моего сбрасывания веса в прошлом. А как худела? Вот прям очень интересно. Вот как ты худела? Как раньше худела, да. Ну, я делала ставку, во-первых, на фитнес, потому что я спортсмен. Я считала, что у меня тело привыкло к большому объему, большим калориям. И, собственно, надо просто усилить тренировки. После первой беременности вроде как тренировки усилила, вроде как вес пошел, потом через какое-то время встал. Я так, нет, надо все-таки что-то делать с питанием. Но, как правило, чтобы правильное питание было, может, основа какая-то и была. Я ограничивала калораж, то есть калорийные такие вот жирные, жареные, масло. Я никогда этого не любила, и, собственно, заболевания хронические, это хронические холециститы с печенью. Вот, как бы, определенная диета. Я ее поддерживала, ну, поддерживала диету. Вот, ограничивала фастфуд, соответственно, да. То есть этого не было вообще. Мука, сахар, рис, картошка, все это ограничивалось. Ну, вот, в итоге я пришла к 70 килограммам. Плюс я еще... были моменты, когда я пропивала таблетки всякие на травах. Там саму травку, ну, как обычно, мочегонная и слабительная, да. Естественно, прибавляла фитнес потихонечку, понарастающий. Вот, были подходы у меня такие к порошковой всякой ерунде, вот, типа, худей за неделю, вот это вот, супы всякие. Но она у меня не пошла, слава богу. И потом, конечно, ужас поначиталась, но, слава богу, не прижилось. Вот, больше я, как бы, и не знала, как по-другому худеть. Вот так вот. А после третьего, четвертого как-то пробовала худеть еще? Или вот ты все по той же накатанной, побольше тренировок, минус сладкое, мучное и так далее? У меня вот после, как бы, третий, четвертый ребенок от мужика, с которым я сейчас вот в браке, я счастлива. И мне вот как-то даже не возникало такого, да, желания прямо вот взять и сбросить, пока это до критического момента не докатилось. Мало того, вот у меня какое-то мнение было, что все, я уже ничего не смогу сделать. Я могу только остановить рост веса, это самое большое. А похудеть там, чтобы быть в нормальном весе, я так не смогу сделать. И вот с этим мнением я, как бы, жила и смирялась. Вот, а фитнес у меня не пошел, потому что здесь началось, скачки давления начались с таким вот весом. Естественно, наверное, с сахаром были какие-то проблемы, просто они сейчас вот не выявляются, слава богу. Но было несколько моментов, что я после третьей беременности, мне вызывали скорую, как только я начинала заниматься. То есть мне сам организм не давал заниматься. То есть все, фитнес ограничился, я, значит, ничего с собой не смогу сделать. Ну, соответственно, вот этот большой вес, он давил на меня, была в состоянии раздражения постоянного, в состоянии неувстворенности. Это все выплескивалось на родных. Слушай, а вот что тебя вот прям подтолкнуло пойти на курс? Ты была, мы с тобой на каком, на восьмом, да? Восьмом. Восьмом. На восьмом курсе, да. Сестнадцатый октября, да, я вот как сейчас помню. Вот год назад, я тоже очень хорошо помню. Одиннадцать месяцев назад, пока еще не год. Я до года, у меня прям такая цифра, сорок килограмм хочу мне сделать. Так, вот у меня прям два килограмма осталось. Два килограмма преодолеть. Вот. Что тебя прям, знаешь, премультировало, если ты уже, ну, особо там даже и не верила, а где-то уже, может быть, и привыкла, и свыклась, вот что тебе прям, знаешь, такое, иди делай. Ну, знаешь, пригласили меня на юбилей к бабушке. У бабушки было 80 лет юбилею, ну, моей бабушке. Вот, и там вот встретились с моей крестной. И я ей как-то вот, у меня настроение прям такое упадническое было с утра, и я ей это настроение высказала. Свет, ты представляешь, у меня такой критический вес, 120 килограмм, и я не знаю, что делать. Она посмотрела на меня с сочувствием и сказала, Юля, а что ты будешь делать? И вот тогда я поняла, что надо что-то делать, и сама я с этим не справлюсь. Это 100% нужен специалист, но не было понимания совершенно никакого, какой специалист нужен. И питание на тот момент перешло, знаешь, какой вид? Это вообще у меня подруга сидела на меня, когда смотрела, как я ем. Говорит, откуда у тебя вообще вот эта вот плотность тела, и почему такой вес большой? Я ела по три ложки три раза в день. Единственное, естественно, организм давал сбои, я психовала, я нажирала сладкого. Это было к чаю, это было, наверное, 50% от всего бюджета, который мы тратили на продукты, это продукты к чаю. Ну, это и мои, и детей, и все такое. Мужа, кстати, на тот момент уже поставили диабет, диагноз, и вот он чуть-чуть начал отходить от нашего питания. Но это к сладкому, вот к чаю это было вообще вот очень много всего, каждый день покупалось и все такое. Вот, и вокруг, конечно, пестрила просто и лента Инстаграм, и везде вот эти вот ПП-диетологи, еще что-то. Ну, я просто, я понимала, ну, куда меньше-то есть. Вот в моем понимании, сейчас мне возьмут и ограничат еду, еще меньше колораж делают, еще меньше объем, то есть про колораж я тогда представления не имела, но еще меньше объем, а я не могу больше ехать. Девять положим в день, ты куда еще меньше. Вот, и у меня это вот истерия, мое желание похудеть, мое желание найти специалиста, и в то же время незнание вообще об этом, обо всем, вот, вызывало внутреннюю истерию. В итоге я однажды поговорила с Леной Яшиной, выпускницей твоего курса, да, одного из курсов, моей давней-давней подругой, может, мы, наверное, лет 10 как бы не знакомы, я вот точно не помню. Вот, и она мне говорит, Юля, ты что? Ой, она как раз была на седьмом, прям, вот, за два месяца до тебя. Ну, Юля, да ты что, вот я худею со Светой Никитчук, попробуй. Она мне показала свою историю похудения, и как вот вообще, как у нее изменения происходили. Я вдохновилась, и это было где-то в пятницу, а в понедельник начинался твой курс. Я не думала ни секунды. Единственное, я высказала Лене, Лен, ну, я-то ж только вот откормила, у меня ребенок закончил кормление, вот, как раз перед этим, буквально за неделю, просто отказалась она ей. Вот, у меня же там гормоны играют, да я же не смогу ничего сделать, да пока не успокоятся гормоны, вес не пойдет. Вот, она меня успокоила, говорит, ты знаешь, сколько там таких же, как ты, и даже хуже, и только каких не есть. И все худеют. Возьми, пойми, попробуй. Вот, и, ну, тогда у нас даже семейный бюджет как бы не позволял взять и быстро выделить какие-то такие вот, да, финансы и все. У меня вообще вопрос, у меня просто была цель найти деньги. Я, по-моему, тогда тебе даже, я рассрочки написала, что я вот прям очень хочу, вот настолько загорелась. Я сейчас понимаю, что это вот лучший момент, лучшее время, когда мне муж ограничивал работу, то есть ты занимайся домом и детем. Когда у меня был как раз момент, как раз когда закончилось кормление, да, перестройка организма и метаболизма, все, как я потом узнала, оказывается, наоборот, ускорялись, да. И вот я настолько схватилась за этот курс. Вот все пять недель просто пролетели. Вот честно, ни одного нарушения, ни одного срыва на сладкое. Я-то с таким с удовольствием... Что-то прям тяжело тебе, вот прям, знаешь, кому-то там легко взвешивать, но тяжело отказаться от сладкого. Кому-то там легко отказаться от сладкого, но терпеть не может контейнеры носить. Вот тебе было, вот что-то прям тяжело давалось. После трех ложек есть столько, сколько положу. Я до сих пор иногда смотрю на это все и думаю, как я это все съем. Вот даже летом, как бы я себе слабинку давала, ну, вот у нас реальная жара летом. Мы отекшие ходим от этой жары. У меня эндокринная система вся возбивается в эту жару. Вот, вот у меня было тяжело именно приучить нормально себя питаться. Иногда соблюдать режим тяжело. Вот особенно, когда дети, вот в субботу-воскресенье, я про себя, как правило, забывала раньше. Могла вообще вспомнить, ой, я целый день не ела. Вот такие вот у меня состояния были. И сейчас периодически бывает, мне тяжело их всех собрать, вовремя покушать, потому что в субботу-воскресенье мы кушаем все вместе. Вот, и в субботу-воскресенье у меня сбивка режима идет. Вот, а так, в принципе, я думала, что тяжело будет отказаться от сладкого. Я вот реально сластенок. Сладкое просто некуда было. Точно. Это, знаешь, такой у меня просто хитрый ход. Накормить досыто, а потом сказать, ну, теперь попробую съесть еще что-нибудь. Это очень подействовало. И реально вот просто, я не знаю, наверное, каждому человеку нужен свой человек, который его заводит, мотивирует. Мне хватало твоих сторис посмотреть, чтобы вот прожить день правильно. Вот, я, кстати, сегодня утром вспоминала, а что это у Светы перестали быть вакуумы, его режим надо возобновить, это же так стимулирует. Вот, я-то во всем этом до сих пор живу. То есть у меня вот как встала я с утра, у меня 25 минут на себя. Это питьевой режим, планка, там, с щеткой всякие упражнения антициулитные, да. Это отжимания обязательно, там, на отдельные, как бы, руки, ноги, смотря в какой день иногда на спину. В общем, у меня 25 минут есть. Вот. Это обязательно, потому что по-другому. Ну, просто день не так начат. Он у меня и не пойдет. Ходренько так вот, если без этого. Какой у нас результат за курс? Что еще? За курс какой у нас с тобой был результат? Практически минус 9 килограммов. Вот. Ну, это вода. Тем, кто сейчас нас смотрит, это 9 килограмм, конечно, за 5 недель. Кому-то покажется много, кому-то мало. Ну, во-первых, все реагируют по-разному. То есть, да, бывает такое, что мы сбрасываем 3-4. У кого-то организм реагирует реально просто, знаешь, мне кажется, он ждал, когда мы его накормим в такой организме. То он просто взял и отдал. Хотя колораж был достаточно высокий. Вот. Но по фото, по фото, казалось, будто ты сбросила килограмм 15-20. Потому что Юля победила у нас в 8 потоке и получила первый раз, когда разыгрывала денежный приз. То есть, это победитель, который искал сначала деньги на курс, а потом все еще ватуса похудела, еще и с бонусом вернула. Вот. И на самом деле это очень круто. Я обязательно вставлю до и после. То есть, там результат просто сумасшедший за первые вот эти 5 недель. Это было действительно очень круто. Там 3 или 4 размера одежды. Я уходила 64-го размера, а получилось 56-й, 58-й. Это 3-4 размера. Ну, в итоге я за 3 месяца, за 2,5 месяца сбросила 20 килограмм. То есть, у нас вот такое... По большей части прям очень много ушло воды. Я думаю, что вот очень много ушло воды. Что очень многие моменты мы настроили, и то, что могло держать воду, оно все отпустило. Юль, скажи, после курса, как вот ты продолжила? Было ли желание там все бросить? Вообще были ли у тебя моменты падения мотивации? Потому что путь длинный предстоял, и понятно, что было ли такое, что прям хотелось опустить руки и сказать все. Вот эти падения мотивации, они где-то дня 2-3 самое большое было. Я к тебе сразу же на следующий курс попала. Я потому что переживала, что я не смогу одно. Я не смогу самостоятельное плавание. Я подстраховалась так. Потом марафон был, потом еще марафон был. Потом еще марафон был, и курс был. Я, в общем, я мотивируюсь как могу, другими способами. То есть и участием в марафонах, и на курсах. И я еще думаю, что я еще буду в проектах дальнейшем. Просто легче, да? Тебе легче идти в проекте? И в проекте легче. Ну, ты знаешь, еще, вот, допустим, новогодняя связь, да, онлайн, как она называлась? У нас было, да, прямой эфир, ага, такой, новогодняя связь. Настолько восстановилась. Ты же помнишь, я написала тебе, я тоже хочу, так, я хочу быть своим лучшим результатом в конце года. Вот. И у меня все-таки вот это вот открылось, что вот я хочу того, что я хочу. Вот желание, то есть именно желание я свои почувствовала. Я понимаю, вот достигаторство это, возможность достижения тех целей, которых я ставлю. Вот благодаря твоему смартсу. Я вот много-много раз пересматриваю вот эти вот первые уроки, касаемые постановки целей. Потому что они же не только для похудения. Как моя жизнь развернулась, прям вот это вообще что-то с чем-то. Еще и ты рекомендуешь всякие классные аккаунты, проекты. И меня это вдохновляет. А на самом деле, вот сказать, что я только похудела за это время, это, конечно, это и развитие в отношениях, и в семье, и какой я стала совсем другой. Вот. И сейчас я про бизнес свой думаю. И все настолько это захватывающее. Жизнь в таком темпе мне настолько вот, ну, интересно. Я просто знаю, что я хочу. У меня вот недавно появилась фраза, что мы дойдем не туда, куда мы хотим, а туда, куда мы идем. То есть, единственное, что надо сделать, идти туда, куда хотим. Вот. И меня вот эта вот фраза, она фактически, ну, как бы она была мной не сформулирована еще словесно, но она была во мне. Потому что, когда я думала, съесть ли мне этот кусочек тортика или нет, вот хочется. А потом я понимала, что это не соотносится с моей целью. И было очень легко отказаться. Я просто прекрасно понимала, что этот тортик, он губителен для моего здоровья. Что он, конечно, там конфетка или тортик ничего сами по себе не значит. Но вот эти качели, которые я очень прочувствовала. Как-то оно, в принципе, ничего и не будет, но это все равно шапнуто. Это, понимаешь, я вот очень четко прочувствовала вот эти вот углеводные качели, про которые ты рассказывала. То есть, как только он усваивается, организм хочет есть, требует от тебя опять этого сладкого. Вот это вот момент, которого я боюсь, и я не люблю его допускать. Хотя иногда допускаю. Я не могу сказать, что я все, я вот сладкое вообще никогда не буду есть. Где-то что-то я, возможно, себя, вот чуть мило наши, да? Ну, хочется иногда, и мороженку хочется. Нормально. Не такую. Вот. Но в то же время вот у меня нет такого пристрастия. Я вообще стала не любить какую-то зависимость. Вот бумбары, да? Вот для меня бумбары – это что-то такое, прям такой лакомый кусочек, что они не могут просто так на полке лежать. Если я пошла купила 10 бумбаров, я могу в течение 10 дней эти 10 бумбаров съесть. Ну, вроде ничего страшного, но мне эта зависимость не нравится. Поэтому у меня бумбаров дома пока нет. Пока нет. Вот. Но я просто-напросто стараюсь на самом деле не скатываться, потому что... Ну, поведение, это мой. Это даешься. Слабинку даже тяжелее начать движение дальше. Просто тяжелее, чем даже в первый раз. И я вот этого себе испытания не хочу давать. Пищевое поведение твое, вот насколько изменилось? Ну, вообще у меня после курса, конечно, много полезных привычек. Я уже говорила о части из них, да? Полезная привычка – это питьевой режим, это режим дня, это что, когда и как правильно есть. Конечно, изменилось. Я, кстати, в последнее время осознаю, что творог у меня не очень хорошо сказывается. Я его стараюсь чуть-чуть придержать. То есть вот в программе курса там творог часто применялся. Я его стараюсь немного как бы избавиться от такого количества. Вот. Потому что, ну, как бы сразу отек, сразу отвесов нет и долгое время нет. Ну, в принципе, да. Разные организмы по-разному реагируют. У меня так, я вот для себя так решила. Вот. Но, в принципе, как такового, да, я просто знаю, как должна выглядеть тарелка. Да? Я, когда я вижу, мне не нравится, что вес не идёт, я опять становлюсь на весы, ставлю на весы все продукты. Я всё это очень, ну, тщательно всё взвешиваю. Когда мне надоедает, я даю себе слабинку. Вот. И, собственно, просто по правилам этой пищевой тарелки себе собираю завтрак, обед и ужин. У меня есть много очень любимых таких вот вещей, которые, ну, в любом случае, мне пойдут, допустим, да. Вот. И, как бы, здесь нет ничего такого прям вот тяжёлого и страшного. То есть, нелегко этому следовать, да. Вот. Правильное питание, оно, конечно, повлияло не только на мою жизнь. Оно, естественно, повлияло и на жизнь моих близких. То есть, я готовлю на всех. Себе могу взвешивать, но готовлю на всех одно и то же. И, ну, единственное, у мужа исключений немного бывает. Он у меня посты соблюдает. Здесь уже другое дело. Вот. И он у меня диабетик, и некоторые вещи он сам для себя исключает. Так вот. Сейчас мастерист, он вообще не ест никакой. Вот. А так, вот, у меня вся семья на этом правильном питании. Вот. И, собственно, я такой пример, вот, я прям рада, что я могу нести такой пример правильного питания. И дочка у меня за это время, она не то, что была там полная, да, но она для своих лет достаточно такая взбитенькая. У нее 46-48 размер, но у нее метр семьдесят два рост. И, в принципе, она неплохо смотрится. Ну, вот, видно, что жировая ткань, есть она, вот, под кожей лишняя, как бы, но в то же время подростковый возраст. Но она взялась и питается, как я, и она уже 44-й размер. Да. То есть меня это тоже вдохновляет, это классно. И вот меня семья вся поддерживает в этом плане. Да. Юля, вот что бы ты хотела сейчас пожелать или просто сказать, вот, ты знаешь, тем, кто сейчас смотрит, нас очень много людей посмотрят. И есть те, кто просто, знаешь, смотрят и все никак не могут решиться. Либо уже есть очень много опыта неудачного, знаешь, как ты говоришь, да, уже не верила, что я могу что-то сделать. Вот просто, что бы ты вот хотела этим людям сказать, чтобы, не знаю, может быть, веру селить какую-то. Вот. Вообще, вот, тем, кто только планирует начать, ну, новую жизнь, скажем так. Кроме нас, вот, о нас, о себе, о нас никто не подумает. Вот я могу представить, да, вот женщину, которая многодетная, вот как я, допустим, многодетная мама. Я понимаю, что времени нет, всем внимание нужно, не до себя. Ну, вот представьте, что если у вас настолько здоровье подкосится, я была близка к этой границе, что вам самим нужен будет уход. И кому вы такая мама нужна? Я была раздраженная, болящая, и в таком состоянии, вот, в постоянном нервном, неутворенном. Вот. Потом меня впечатлила очень история о Юлии Началовой. Мы просто не имеем права думать о, не думать о своем здоровье. Вот. Вот, прежде всего, надо подумать о своем здоровье. И есть, конечно, ситуации, когда, допустим, работа прижимает, там, некогда готовить. Ну, вот, на мой взгляд, лучше уж уволиться с работы, да, что-то сделать, как-то кардинально поменять жизнь. Жить без веса – это свободно жить. Вот без этого плотного, давящего веса. Я даже не знаю. Вот у меня на самом деле такая другая совсем жизнь. Жизнь в радости, жизнь в счастье. Я знаю, что я хочу. Я хочу, чтобы в моем состоянии побывали женщины все, вот, кто шагает только на этот путь. Вот. У Светы, у Светы, у нее все проекты построены так, что вот просто бери, делай. Если будет делать так, как сказала Света, будет стопроцентный результат. И я вот даже, вот, весь пятнадцатый курс, да, мы сейчас вот плотно на пятнадцатом курсе общаемся. Я думаю, что он весь мои слова вот на сто процентов поддержит. Просто надо попробовать поставить цели и идти к своим целям. быть такими, какими мы хотим, потому что жизнь, она все-таки дана как бы один раз, и ее надо прожить на самом деле не так, как получается, а так, как хочешь ты. Вот. Меня очень сильно вдохновляют тренера, да, наши, ну, личностного роста. Ты для меня тренер личностного роста, не просто диетолог, а еще тренер личностного роста. Вот. Вот таких людей, которые вдохновляют, надо просто смотреть, наблюдать, как они живут. Это очень сильно помогает вот на пути, на пути преодоления себя. Вот. Еще у меня, знаешь, я все время тебе вспоминаю про, напоминаю про историю с мячиком. Да. Когда, ну, ты эту историю наверняка несколько раз рассказывал, наверняка ее многие слышали, но суть истории в том, что, ну, приехали на тренинг личностного роста, я так понимаю, или на бизнес-тренинг, много людей. И им тренер их давал в течение нескольких дней подкидывать мячик. Они приехали издалека, заплатили кучу денег, а им такой ерундой, говорят, заниматься. Ну, и в итоге осталось буквально 10 человек, которые так и подкидывали этот мячик. И однажды тренер заходит в конце очередного дня и говорит, вот, это те люди, которые готовы работать. Это про что? Это про то, что мы иногда не видим этого результата своих действий, но надо просто продолжать делать то, что надо делать. И он обязательно будет. Вот этого необычного для меня результата. Вот я бы никогда не поверила, если бы мне сказали, там, год назад, что ты будешь весить на 40 килограмм меньше, вот в этот день. Я бы никогда в это не поверила. Но с каждым шагом, я приближаясь к цели, я понимала, что это очень даже возможно. И мы, когда первый раз с тобой ставили смарт-цель, у меня к концу этого года всего было минус 10 килограммов в целях. К концу этого года. Я преодолела свой смарт, который первоначальный, уже на три года вперёд сделала. Перевыполнил, просто перевыполнил. Просто, на самом деле, очень круто. Я скажу, что вот, знаешь, я каждый раз вспоминаю, что ты победила. Я знаю, что вот эта победа, реально, она заслуженная. Это достойная, крутая победа, она очень заслуженная. И когда ты сказала сейчас послание своё, что нужно сначала позаботиться о себе, чтобы позаботиться о других, я всегда вспоминаю в самолёте. Вспомню вот инструкция в самолёте, когда выходит стюардесса, перед тем, как самолёт взлетает, говорят о том, что если вдруг, да, там будет разгерметизация салона, вы должны сначала одеть маску на себя и только потом на своего ребёнка. Вот в здоровье это так. Сначала мама должна помочь себе, чтобы помочь детям, чтобы помочь родителям, чтобы помочь мужу, чтобы заботиться о своих близких. Она в первую очередь должна позаботиться о себе. Вот. Я очень благодарна тебе за такое крутое интервью. Ну, правда, я такая, знаешь, я прям сижу, сама замотивировалась. Вообще просто. Очень круто. Спасибо тебе большое, Юлия. Спасибо. Мы ещё встретимся с тобой. Мне ещё впереди минус 12 килограмм. И мой вес, которым я иду, 70 килограмм. Я думаю, что мне просто не стоит дальше худеть. Но это пока, я думаю. А как там будет... А при чём? Может, мы ещё поставим новости? Да. Наверное. Спасибо.